рада приветствовать вас на своем канале и сегодня наконец-то будет отчет по месяцу апреля давно планировала его снять и постоянно что-нибудь происходит постоянно что-то не так ну во первых думаю как и у большинства из вас отвратительная погода пасмурная дождик да и во время праздников больше хотелось времени провести с семьей и даже сейчас когда появилось наконец-то солнышко и погода немного прояснилась я запланировала съемочный себе день пришлось все это срочно отложить теперь уже у младшего перелом гипс в общем пока у меня сегодня появилось время съемок опять начинает немного на улице хмурится надеюсь я успею снять все то что хочу вам показать рассказать до того как совсем испортится погода и пойдет дождь поэтому не буду долго затягивать давайте пожалуй начнем сейчас вы видите перед собой много всего много всего интересного а все почему а все потому что у меня апрель был месяцем стартов правда не весь месяц а только последняя его треть даже за эту треть я успела поначинать довольно много процессов далеко не все сейчас находится в кадре те работы которые на рамах я вам покажу отдельно в принципе если вы следили за всеми видео на канале то о большинстве моих работ вы уже все знаете вы уже их видели это видео больше так для статистики чтобы знать что мне удалось в этом месяце сделать надолго углубляться во все работы не буду так как рассказывала конкретных видео по данных работах и в эпизодах апреля месяца стартов там также я довольно подробно рассказывала о всех проектах свои впечатления кому интересно ссылки я оставлю внизу в инфобоксе проходите смотрите но сейчас покажу вам пожалуй единственную работу которую я еще не показывала на своем канале которая была завершена у меня в этом месяце это вот такой вот снеговичок по набору от dimensions продолжаю я вышивать пряничную серию это уже десятая игрушка в этой серии немного не сезон и немного я уже подустала от этих игрушек но решила что лучше добью ее сейчас доделаю эту серию и не буду уже откладывать до осени а потом со спокойной совестью возьмусь за очередную серию на этот раз уже динозавриков которых ждет мой младший сыночек я думаю многие знают эту серию довольно популярные игрушки их легко достать в магазинах практически всех кроме единственного набора с эльфом но все остальные находятся в свободной продаже хотя ходят слухи что их уже снимают с производства поэтому я рада что успела практически все до вышивать и так вот моя десятая игрушка в данной серии пока как вы видите она у меня еще не до конца вырезана и не оформлена оформлять буду уже все вместе напомню что в прошлом году я вышила шесть игрушек из этой серии они у меня были перед новым годом оформлены но в этом году это уже четвертая получается игрушка когда вы еще две последние тогда уже все вместе их оформлю и быстрее всего тогда уже выйдет видео если раньше я снимала видео о каждых трех вышитых игрушках на этот раз не хочется не тратить ни ваше время не свое уже когда за серия будет завершена тогда вам и покажу что я здесь дополняла как обычно на всех игрушках из этой серии я вношу 4 вида блеска мне кажется что-то общее во всей серии должно быть вот такая милота красота получилось конечно когда это все вырежется оформится приклеится фетр будет намного красивее интереснее тогда уже вам покажу все игрушки вместе ну а пока в копилочку итогов апреля вношу этого снеговичка это не единственная готовая работа в апреле но к сожалению в этом месяце у мне не удалось вышить никакую большую работу либо даже среднюю у меня нет он совершенных работ есть только вот такие небольшие малявочки но их немало покажу вам еще одну малявочку которая уже вышивалась в рамках апреля месяца стартов получился у меня апрель не только месяц стартов но и месяц финишей надо было в срочном порядке выжить такую милаху ребенок катастрофически вырос из большинства вещей мы обновляли ему гардероб в прошлом году я своим детям вышивала на школьных белых рубашках собачку и лисенка в этом же году у меня в планах был вот этот енотик и также совушка к сожалению совушку я еще не успела вышить но пока покажу вам артикул данного наборчика если вдруг кто-то не знает но я думаю что все прекрасно знакомы с этой серией и такая вот красота у меня в итоге получилось как бы так поместить вам кадр показать эту милоту ребенок уже носил рубашку в школу и ему также как и мне в этой вышивке нравится печенька такая она вкуснячая такая она забавная милый енотик мне так нравятся его лапки вышелся довольно быстро довольно интересно возможно меня подстегивала и то что мне хотелось продолжить свои старты в апреле и этот милый енотик стал еще одним финишом в этом месяц мы движемся дальше также финиши о которых я рассказывала и которые я показывала в месяц стартов это ловцы снов в апреле месяце стартов я вышивала вот этого ловца артикул 30 у него этот ловец стал последним которого я вышила в апреле а перед этим я успела вышить еще вот такого вот оранжевого ловца 028 его я уже подарила поэтому не могу вам показать покажу только на фото также 27 ярко розовый и вот такой вот красный 023 было сейчас давайте покажу вам тех ловцов которые у меня еще остались ой как это рахтит посмотрите какая красота и как погремушечки яркие нарядные красивые и так запутались перышки такой вот яркий розовый ловец снов смотрите какая красивая здесь серединка какой подбор цветов бисера невероятно мне так нравится я думаю что наверное я оставлю себе именно этого ловца в марте я вышивала два ловца здесь их нету пока висят у детей в комнате фиолетового для младшего сыночка темно-зеленого для старшего и хотела для себя также что-нибудь оставить наверное вот этот вот розовый оставлю себе еще один красный красно-оранжевый такой красивый здесь весь бисер с блестящей серединкой поэтому он красиво блестит такие от яркие красивые перышки красивые бусины на каждом ловце они разные есть конечно одинаковые в основном везде есть такие вот круглые черные беленькие тут ловец которого я вышивала месяцы стартов такой нежно розовый очень нежные перышки у него так и это я я прихватила одним махом уже итог мая раз он здесь покажу вам еще одного ловца который у меня вышелся уже в мае я же посмотрела что должно быть 44 и схватила как они у меня висят рядышком всех четырех и взяла вот такой вот новый ловец у меня вышелся уже в мае на нем сильно останавливаться не буду он сюда попал в эту компанию случайно и сейчас вы сможете на экране посмотреть на четвертого ловца которого я вышивала оранжевого также очень яркий очень красивый поначалу думала что оставлю именно его себе но в дальнейшем так как не успела вышить красного который хотела именно подарить подарила оранжевый что касается ловцов снов и готовых работ за апрель это и все вот такие вот небольшие казалось бы не так мало работы но все итоги небольшие конечно намного приятнее когда есть большие готовые работы давайте покажу вам основной процесс который я чередовала как раз таки с вышивкой этих ловцов это набор от марьи из кусницы я думаю многим знакомое настроение такая полочка с крепкими напитками начинала я его в апреле месяце старта в 2017 года и вот практически два года он пролежал у меня и к нему я так и не прикасалась решила что пора пора уже доделывать тем более что муж активно интересуется когда же я доделаю эту работу он очень ее ждет ему очень она нравится и он довольно пристально наблюдал как я вышивала в апреле этот процесс с появлением каждой новой бутылки с появлением каждого нового стакана улыбка его становилась шире и шире поэтому надо доделывать пообещала я ему что это будет подарок ко дню рождения правда не говорила что я успею доделать его полностью но сейчас я полна решимости и конечно хотелось бы успеть к середину лета завершить эту работу на канале есть видео отчет и после него я к работе больше не прикасалась так как у меня начался апрель стартов кто смотрел этот отчет уже знают сколько у меня вышито выше то у меня где-то треть работы возможно немножко побольше три бутылки необходимо вышить еще четыре то есть я так думаю еще отчета 2 у меня будет по этим четырем бутылочкам так как начинала я 2017 году с вот этого кусочка поэтому натянула так вот серединкой на станок и как вы видите с рамы я ее не снимаю планирую в мае активно ее вышивать то есть это мой основной процесс который будет продолжаться и далее свои впечатления о работе я подробно рассказывала в отчете поэтому останавливаться не буду кому интересно послушать вы сможете пройти на это видео и узнать более подробно всю информацию работа довольно большая чтобы от нее не уставать я как раз таки чередовала этот основной процесс с вышивкой ловцов снов дня четыре пять я повышеваю эту работу и где-то два-три дня у меня уходила на ловца то есть за неделю у меня появлялась одна бутылка со стаканом и ловец снов мне такое чередование понравилось с одной стороны я не снимаю эту раму со станка так как у меня станочек и волга не очень удобно менять рамы сейчас я хочу более активно поработать над данным процессом в мае конечно я завершить не успею эту работу так как у меня есть много других планов я немного со своим апрелем стартом отложила вышивку елочных игрушек которые у меня участвуют в сп и сейчас в скором темпе пытаюсь наверстать все то что не успела одна елочная игрушка у меня уже вышита для одного из по я уже отчиталась но также необходимо теперь и по второму сп успеть вышить так что в планах на май у меня елочные игрушки кроме того также различная мелочевка у меня уже есть три готовые работы от волшебной страны одно вы уже видели это ловец снов еще две новые деревяшечки чудесные но это я уже забегаю наперед рассказывая вам итоги мая сейчас же мы все-таки говорим о апреле вот такие бутылочки у меня вышились и теперь перейдем к тем процессам которые я начинала в месяце стартов всего у меня было пять эпизодов два эпизода завершились финишами это ловец снов и вышивка на кармашке три эпизода были по более крупным работам которые я успела вышить совсем немного на каждую работу у меня где-то день было где-то даже по полдня первый эпизод был о работах торговой марки dimensions вы сейчас видите перед собой три начинания так как вышиваю я их в основном не по набору то обложки к сожалению показать вам не могу но я буду по ходу вставлять картинки и так первым делом хочу вам показать этот чудесный глазик который так заманчиво на меня смотрит возможно многие уже догадались что это за работа это величественный тигр прекрасная разработка давно я его хотела и эту работу я вышиваю по оригинальной схеме оригинальными ниточками dimensions которые у меня остались от других вышитых наборов и также у меня есть один наборчик донор для данного проекта посмотрим насколько мне хватит моих ниток не хватит и что делать в дальнейшем я уже буду по ходу решать либо заменять какие-то цвета на дмс которых у меня не будет либо искать по другим своим наборов в запасах наборчиков dimensions у меня уже не маленькое количество так что возможно буду вскрывать какие-то другие наборы чтобы завершить этого тигра но мне безумно нравится я очень хочу видеть его готовым у себя на стене это та работа которая нравится мне очень давно которую я давно хотела вышивать именно таким способом но постоянно как-то откладывалась постоянно не хватало наверное решительности чтобы все таки взяться и начать и благодаря как раз таки апрелю месяца стартов многие работы которые я не решалась начинать я и смогла начать следующая работа это душа розы вышивать ее я буду по набору но сейчас уже не стала доставать обложку думаю многие знают этот дизайн наборчик был мне подарен рукодельной феи и я не смогла его не начать мне очень нравится эта разработка и те чувства те эмоции которые я испытала когда получила подарок этот набор я обязательно хочу его вышить конечно на завершение в этом году он у меня не стоит я хочу в этом году немного его повышевать но завершать его уже точно буду в следующем году и третий проект dimensions который был начат и немного повышевался по такому кусочку непонятно да и плохо видно здесь металлизированная ниточка идет в бленде с обычным мулине я и тогда пыталась показать не очень хорошо видно сейчас не очень хорошо видно на экране вы видите картинку дизайна я его называю как санта в тачке в прошлом году я вышивала для своему старшего сына на паровозе ну а в этом году решила вышить санту на машине единственное что эту работу я также не ставлю на завершение в этом году так как вышиваю ее остатками из наборов dimensions далеко не все необходимые цвета у меня есть каких-то не так много сколько необходимо в общем процессе я хочу немного извести свои остатки от других наборов но и походу уже буду решать что делать с теми цветами которых у меня не хватает быстрее всего что это будет проект на зиму 2019 2020 пока лето не очень хочется к нему возвращаться тем более у меня довольно много других интересных таких более летних более красочных проектов а этот санта наверняка с еще большим интересом будет вышиваться именно такой предновогодний период и во время новогодних праздников рассказывала я в своем видео что у меня довольно плохая схема данного дизайна вышивать не очень удобно я думала мне доставит это больших сложностей что затормозит работу еще сильно и благодаря моим подписчикам спасибо огромное девочкам всем кто откликнулся особая огромная благодарность они 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 спасибо тебе еще раз огромное они поделилась со мной сканом оригинальной схемы в хорошем качестве и теперь этот процесс будет вышиваться намного приятнее намного лучше и я думаю намного быстрее чем если бы вышивала его по той схеме которую находила в интернете но это тот дизайн который мне нравится уже около двух лет которые я также давно хочу вышить и надеюсь что скоро моя мечта осуществиться увидеть его не только на картинке компьютере но также и в рамочке на стене следующий эпизод месяца стартов был посвящен прекрасным девушкам планировала я изначально начать три девушки но в процессе уже подготовки к видео я поняла что пожалуй третью я начинать не буду я так и не определилась с основой для третьего дизайна поэтому третий дизайн у меня был отставлен но две девушки я таки начала и вы видите перед собой то что мне удалось повышевать не так конечно и малое но и не так и много главное что работы начаты так как хотела начать я их еще год назад но постоянно откладывалась то неуверенно по основам то неуверенно по ниточкам у меня не все материалы докуплены у меня не хватает некоторых трежерсов некоторых клиников но главное что работы начаты и я смогу уже в процессе докупить все и мне будет проще вернуться к этим работам так как я их уже попробовала сейчас вы сможете на экране посмотреть какие именно работы были начаты первая работа это миробилия розы прованса и вышивать мне еще здесь довольно много я боялась приступать к этой работе у нее огромная красивая невероятно шикарная юбка мне казалось что она будет вышиваться невероятно сложно но повышевав буквально денечек мне даже понравилось не знаю как будет дальше возможно дальше будет сложнее но пока я в восторге от этого проекта от сочетания цветов и конечно хотелось бы к ней вернуться побыстрее но мой муж сделал выбор в сторону другого дизайна а именно вот этой вот феи в красном это разработка пассион рекама сейчас вы сможете посмотреть на экране как должна выглядеть эта фея и если раньше я считала что этот дизайн будет легче чем розы прованса то попробовав и повышевав всего лишь на такой небольшой участочек я поняла что эта работа не так легко как могло показаться на первый взгляд собственно говоря для этого апрель стартов и необходим чтобы понять какой дизайн сложнее какой проще какой хочется больше вышивать с какими сложностями можно столкнуться дело в том что на этом дизайне будет много вышиваться блендом металлизированной ниточки и нити мулине а это вышивка не самая приятная кроме того размеру этой девушки больше здесь смотрите какой огромный отрез правда он будет не до конца эти я еще не обрезала сверху здесь наверное вот такая вот полоса должна остаться мне нравится и один дизайн и второе мнение в комментариях немного разошлись кому-то нравится одна работа кому-то нравится другая не знаю возможно буду вышивать обе сразу понемногу ну а может стоит взяться более активно за одну работу чтобы может быть даже и завершить в этом году а тогда уже приступить к следующей посмотрим каждый день у меня разное настроение каждый день я себе ставлю в планы то одно то другое но как будет дальше будет видно и последний эпизод из месяца стартов первая работа это дизайн от анкор опять же вышивается подбором что-то у меня сильно много всего было именно в подборе начато но это как раз те дизайны которые я не решалась все-таки начать вышивать новый набор намного проще вы его распечатали там уже все готовое когда же ты подбором начинаешь вышивать но по крайней мере для меня это сложно я много в чем не уверена правильно я подобрала основы неправильно правильно ли ниточки идут поэтому как раз такие моменты я все время откладывала несмотря на то что этот слон мне нравился очень давно сейчас вы видите картиночку перед собой на экране это дизайн от анкор майя невероятной красоты у меня покорил своей мощью своей красотой такие слоны это такие невероятные животные я очень сильно хочу его вышить и хорошо что анкор в ключе указывает номера своих ниток нитки у меня подобраны все по ключу то есть ниточки анкор и удалось мне вышить не так и много но в целом и не так мало это практически полная ширина дизайна здесь мне не хватило по моему 25 клеточек так как здесь натяжка не очень уже хорошая была и было неудобно вышивать размер 30 на 30 сантиметров пока не снимаю с рамы хочу немного опуститься вниз до конца дизайна и чтобы ограничить края работы и тогда уже спокойно это все отрезать и еще одна работа на этот раз уже по наборчику это набор от абрис арт вышивка ниточками я бы не сказала что крестом так как здесь довольно много вышивается не крестом а швом назад иголка я бы даже сказала здесь используется техника блэкворд крестом вышивается только сама лодочка и пара в наборе шла аида 14 аккаунта я ее заменила на равномерку в месяце стартов у меня были вышиты эти два шарика и контуры третьего и как вы видите немного я еще в мае поработала над данной работой как говорила я прошлась по контурам шаров дошла до низу работы и тогда уже смогла отрезать необходимый мне кусок так как у меня размер был 50 на 70 размер этого дизайна довольно немаленький сейчас 40 на 30 сантиметров и я думала над заменой на 32 каунт основы потому что 14 вернее 28 у меня не было именно в белом цвете в наборе была белая канва а это у меня молочная но при 32 каунте думаю что все эти детали были бы не так хорошо различимы не так четко видны и я ничуть не пожалела что взяла такой крупный каунт который поначалу мне казался довольно большим и не очень удобным мне очень нравится то как получается данная работа и с нетерпением буду ждать когда и смогу к ней вернуться и опять же для чего был этот месяц стартов если раньше глядя на этот дизайн я думала что выполнить его можно довольно быстро то сейчас вышив за день два шарика я посчитала что на эту работу мне необходимо будет где-то недели две как минимум чтобы вышить все эти шарики то есть по два шарика в день и плюс я не помню сколько два или три дня я оставляла себе на лодочку хотя здесь есть шарики не с такой плотной зашивкой которые возможно будут вышиваться быстрее возможно не два по три шарика в день кроме того есть крупные есть небольшие есть те которые всего лишь кусочком изображены но тем не менее эта работа выполнится не так быстро как мне казалось изначально что же касается слона я наоборот думала что он будет большим будет вышиваться довольно сложно но поработав день со схемой я поняла что схема здесь довольно простая и вышиваться будет намного проще чем я изначально себе думала так что мой основной вывод по месяцу стартов что это довольно хорошая затея можно попробовать попробовать вышивать те дизайны на которые вы не решаетесь которых возможно вы боитесь даже как например я боялась некоторых дизайнов и если бояться их дальше откладывать то вы не сможете вышить то что вам так нравится не уверена что буду участвовать и в следующем году в такой затеи мне надо для начала завершить все эти старты думаю мне здесь хватит на два года кроме того у меня еще проекты с предыдущих годов остались в этом апреле я начала 7 дизайнов из предыдущих у меня также три больших дизайна я считаю именно большие дизайны я сейчас не беру в расчет елочные игрушки которые также два проекта у меня текущие и я буду их вышивать в течение года также есть у меня два бисерных долгостроя я сейчас говорю только о больших работах вышивки крестом ну или практически крестом и того у меня получается 10 больших дизайнов за год я их все не завершу кроме того я не начала некоторые дизайны которые также у меня стоят в планах на этот год но там были простые наборы которые я думаю смогу в любой момент открыть и взяться их вышивать так что буду вышивать в этом году не только то что начинала в месяце стартов будут еще и другие начинания я благодарна всем кто поддерживал меня своими лайками кто поддерживал своими теплыми комментариями у меня не хватало к сожалению времени сразу всем отвечать безмерно вам всем благодарна порой хочется столько всего сказать садишься отвечать на комментарии и написала бы вам целые сочинения просто не хватает порой слов чтобы выразить всю моя признательность вам за ваши теплые слова и поскольку у меня на канале уже не выходят видео о покупках и подарках хочу вам рассказать в итогах апреля о приятных моментах которые были у меня также в этом месяце и так в первую очередь покажу вам прекрасные игрушечки которые подарила мне галочка давидюк это игрушки от торговой марки бидери их необходимо было собирать чудесный вид рукоделия галя давно меня искушает этими игрушечками даря мне такую красоту и предлагает сделать что-нибудь подобное я не решаюсь не решаюсь потому что я знаю насколько я увлекаюсь различными вещами и стоит мне только взяться за одну такую работу и я уже не смогу остановиться пока не соберу всю серию а это все таки очень затратно как для семейного бюджета так и для времени такую вот красоту мне галочка подарила оставлю вам внизу ссылки у нее на канале есть видео как она их собирает о ее впечатлениях обязательно посмотрите послушайте красиво когда они вот так вот вместе но когда я увидела целую ее коробку с сокровищами как они все переливаются как они блестят это красота неимоверная это далеко не все то что галочка сделала так что проходите смотрите думаю вы вдохновитесь и возможно вас она все-таки убедит потому что я пока стойко держусь очень стойко стараюсь по крайней мере ну а пока любуюсь работами галочки спасибо моя дорогая за эти подарки теперь для моей елочки будет еще больше прекрасных рукодельных елочных игрушек вот такую вот красоту подарила мне галочка давидюк и еще хочу вам рассказать о одной посылочке которая пришла ко мне совсем недавно уже в начале мая но покажу вам сейчас так как не терпится уже все разложить взять кое-что в работу приветик прилетел мне из россии от прекрасной рукодельницы катюши оставлю вам ссылочку на ее канал канал называется золотка катюша вышивает не только крестиком она вышивает еще и на машинке невероятно красивые вещи шьет осваивает новые техники так что кому интересно обязательно проходите посмотрите какую красоту она делает ну а вам я покажу что же она мне прислала в подарочки во первых это всевозможные каталоги было интересно посмотреть как на продукцию от различных фирм иногда хочется вдохновиться узнать какие-то новые идеи так например здесь ребенку очень понравилось вот это вот брошечка но это валяние и не уверена что у меня когда-либо получится такое сделать и в этом журнале мне понравился вот этот невероятный красивый весенний дизайн посмотрите какая красота единственное что в дальнейшем я уже досмотрела что здесь даны ниточки в палитре гамма но также в каком-то из каталогов наверное здесь я видела таблички переводов во первых здесь есть такие вот цветовые карты от гаммы и сразу дана таблица перевода ниток dmc в ниточке гамма так что я думаю вполне можно будет вышить переведя в палитру dmc так как гамму у нас достать не так легко где-то я еще видела интересные дизайны сейчас так точно не вспомню наверное в зимних идеях ребенку очень сильно понравилась вот эта свинка он уже просил у меня бы связать ему такую чудесную свинку возможно мы доручим это дело бабушки посмотрим спасибо катюша огромное всегда приятно полистать каталоги полистать журнальчики вдохновиться всей этой красотой также в посылке была ниточка довольно большой метраж еще ее не раскрывала но такой хороший запас в тысячу метров никогда лишним не будет и это вот чудо здесь также была открыточка смотрите какая красота сергеев посад с обратной стороны написаны приятные слова катюша спасибо тебе огромное за эти теплые слова которые ты написала не буду вам показывать пусть это останется лично для меня и также так мы здесь уже смотрели поэтому немного перевернута упаковка думаю многие из вас знают что это здесь внутри находится шоколадка я еще не кушала чтобы показать вам что это но в первую очередь я думаю для многих рукодельниц это не только сладости это еще и чудесная коробочка которая обязательно мне пригодится видела что девочки многих таких коробочках лепят липкие коврики и удобно для вышивки можно также для магнитов использовать либо для и колочек я пока еще не решила для чего именно буду использовать дальнейшем эту коробочку я но то что это не только сладость но и рукодельная вещь в этом я уже уверена это я уже точно знаю покажу вам еще листик пластиковой канвы от гаммы белого цвета и самое невероятное самое красивое что было в данной посылочки вы только посмотрите на эту красоту только посмотрите на эту невероятную вышивку аппликацию я такой красоты еще не видела смотрите какое красивое платьишко и благодаря вот этому вырезу получается такой как подвес для полотенечка невероятной красоты катюша спасибо тебе огромное за это чудо у тебя потрясающая фантазия это полотенечка будет только для меня как раз мы в бане недавно сделали ремонт она у нас красивая теперь и это полотенечка чудесно будет там смотреться спасибо катюш тебе огромное за эту посылочку за этот привет такой теплый такой нежный повторюсь что у катюши есть канал называется золото проходите катюши на канал смотрите знакомьтесь с другими работами посмотрите какую красоту она делает своими золотыми ручками катюша спасибо тебе огромнейшая при огромнейшая я тебе уже писала но хотелось еще и посредством видео сказать насколько я благодарна тебе за этот теплый привет ну а на этом пожалуй уже точно все благодарю вас всех за внимание и я с вами не прощаюсь до новых встреч а и и и и и